Реальные видеокадры. Смотрите внимательно. Два человека стоят друг напротив друга с явно недружелюбными намерениями. Конфликт налицо. Неожиданно один из них наносит удар. Жертва атаки падает навзничь и уже больше не встает. Еще похожая ситуация. Удар, и человек беспомощен перед лицом дальнейшей агрессии. Все это пример одной и той же типовой ситуации, которую можно считать одной из самых опасных в самообороте. Если пропустить первый удар нападающего, то шансов защититься и спастись в результате агрессии на улице может уже не появиться. После того, как человек стал жертвой первого сильного удара в конфликте, дальнейшее развитие событий, как правило, очень плачевно. Для того, чтобы обычному человеку спастись от первой атаки преступника или хулигана на улице, ему необходимо уйти из зоны поражения удара. Секрет этой защиты заключается в том, что вы скручиваетесь и уходите из-под удара, делая небольшой шаг назад ногой или в сторону. Причем таким образом можно уходить не только от удара кулаком, но и от удара ногой. Очень важная деталь. Обязательно закрывайтесь руками, когда делаете защиту. Для того, чтобы случайной атакой вас не задели. Для того, чтобы вы убедились в том, что прием, который я показываю, надежный и быстрый, давайте проведем небольшой, но опасный эксперимент. В моих руках нож. Острый, настоящий нож. Я сейчас дам его в руки нападающему. И он нанесет удар без предупреждения. А я попытаюсь уйти. Как видите, этот прием защиты достаточно надежен. Поэтому, если вы дорожите своей жизнью, изучите это движение. В боевых искусствах стремление постичь науку неотразимого первого удара и защиты от него выразилось в уникальном искусстве. Иайдо или иайджюцу. В иайдо изучается множество способов внезапной атаки или контратаки с использованием японского меча – катана. Причем акцент делается не на фехтование, а именно на мгновенное поражение противника с изначально вложенным в ножны мечом. Под мгновенной атакой понимается быстрое обнажение меча с последующим нанесением удара при возникновении опасности. Одновременно с искусством нанесения первого удара мастера и иайдо изучают и мгновенную защиту от неожиданной атаки. Обратите внимание, насколько такие условия поединка напоминают современную ситуацию в самообороне, когда важно уметь защититься от первого удара нападающего хулигана или преступника, чтобы выжить на улице. Итак, тем, кто не готов к конфликту на улице, подходят самые простые приемы безопасности и самообороны. Но если вы чувствуете в себе силы, вам может показаться интересной штурмовая техника боя и самообороны. Само слово «штурм» означает максимально быструю, мощную, решительную атаку. По сути, тактика штурмовой атаки есть во всех единоборствах. В боксе есть быстрые серии из нескольких ударов, которые не дают сопернику защититься и повергают в нокаут. В любой борьбе – быстрая атака на позицию противника и бросок или удержание до победы. В восточных стилях боевых искусств есть примеры, когда боец непрерывно атакует ударами, не давая возможности противнику опомниться и что-то предпринять для защиты. В реконструкциях русских стилей единоборств, таких как славяно-горицкая борьба, штурм скоростными сериями ударов также возведен в основу эффективной атаки. Все это штурмовая тактика боя, которая позволяет успешно атаковать и защищаться не только в условиях спортзала, но и на улице. В самообороне мгновенный штурм нападающего в ответ на агрессию может быть единственным шансом выжить. Итак, сейчас нападающий нанесет мне настоящий сильный удар в лицо. Вот такой. А я покажу штурмовой прием защиты от этой атаки. Теперь я покажу секреты выполнения этого приема. Смотрите, на атаку нападающего я выполняю блок и одновременную атаку, которая останавливает агрессию. Удар. Затем я продолжаю свои действия, чтобы остановить дальнейшее нападение. Удар низом кулака. Удар в челюсть. И завершаю свой прием мощным сильным ударом, который вполне может отбить охоту нападать на вас дальше. В итоге на защиту уходит всего пару секунд. Все. Это штурмовая атака. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА